Наверное, вот я лекцию назвала не алгоритм, а именно система. Потому что по большому счёту здесь очень большой вопрос, с чего начинать так-то. То есть по идее хорошо бы сначала ребёнка отвезти на обследование. И это у нас будет тоже в системе шагов. С другой стороны, как бы можно делать очень многие вещи параллельно. Но если говорить о базе, о том, что очень сильно влияет, то, наверное, это всё-таки я сама для себя. То есть я от своего лица говорю. То есть как вообще я отношусь к себе, к своим близким, например, к партнёру, к моим родителям. А как я вообще отношусь к людям? То есть насколько мне вообще просто и нормально вообще в контакте? Если у меня так называемое базовое доверие, то есть какие-то базовые вещи, они на самом деле так или иначе у нас формируются в детстве. Это, наверное, не секрет, никакое не открытие для нас. Но посмотреть на это взрослым взглядом нам вообще очень-очень тяжело обеспечить, ну, скажем так, удовлетворение потребностей разного толка у своих детей до того, как будут удовлетворены наши. Ну, хорошо, идём дальше. Ну, а дальше, собственно, это непосредственно медицинское обследование, на котором, ну, вот как бы я тоже настаиваю просто, потому что там, во-первых, так устроено наше сознание, вообще мы. Когда мы что-то понимаем, допустим, мы знаем, что это вообще, то есть вы сдаёте анализы, то есть доктор пишет какое-то заключение, вот, рассказывает, что это такое, например, что это за процессы, как это вообще называется, то есть, допустим, он диагностирует, даже диагноз ставит. Возможно, это под вопросом диагноз, или, возможно, он пожимает плечами, вот, в любом случае, как, чтобы вы не услышали, не узнали, желательно, конечно, от врача, которому вы доверяете, вот, то есть, ну, с которым у вас будет, вот, ну, такое, ну, ощущение, ну, того, что это то знание, которое вам на самом деле нужно, вот. Вот, когда мы это понимаем умом, нам становится проще, то есть, с одной стороны, что-то с ребёнком не то, да, а вот где здесь, ну, объективность, ну, то есть, реальный какой-то процесс, а где здесь, например, какие-то переносы, возможно, даже, ну, на самом деле, это часто очень вымывают фантазии, Причём, знаете, как работают ещё зачастую родительские фантазии? Они начинают воплощаться, потому что дети внушаемы очень, причём они каким-то непостижимым образом внушаемы, то есть, иногда можно даже им не говорить, а просто бояться за них, и вдруг начинают реализовываться какие-то вещи. Поэтому хотя бы для того, чтобы отделить, насколько объективно серьёзная ситуация, вот, оценить реальность вообще какой-то угрозы, потому что зачастую, повторюсь, это плод воображения. Хотя бы ради этого обязательно нужно сходить и обследоваться. Следующее, это как раз исследование самостоятельное, особенно, когда вы, например, знаете название, например, вам сказали, это, там, фон, говорят, паранхиальная астма, или, там, головная боль напряжения, или, там, ну, вот, неважно, ну, то есть, взяли, назвали диагноз. Вот, после этого важно очень посмотреть, или до этого, может быть, доктору тоже это будет важно, и для вас важно, собрать, как бы, условно говоря, анамнез, да, ну, самый простой, то есть, просто вспомнить, когда вообще вы обратили на это внимание, ну, на этот симптом, который вас тревожит в здоровье ребёнка, и если этот симптом возвращается, либо есть периоды обострения этой болезни, ну, то есть, вот, она так или иначе является нереактивной, то есть, ну, какая-то реакция была и прошла, да, а когда так или иначе, это всё является, ну, актуальным, скажем, с чем это может быть связано, да, попробовать, то есть, сначала вы это уточнили, всё расписали, посмотрели, а дальше вы начинаете связывать это, вот, и в данном случае можно прийти к определённой причине, ну, во-первых, причина, исходя из вашего, из ваших воспоминаний, во-вторых, причина, которая, ну, описывается в трудах специалистов, исходя вот из обнаруженных, да, то есть, вы почитали, вы понаблюдали, поспрашивали там родных, близких, сами повспоминали со всей возможной внимательностью, что и как это всё было, начиная прямо с момента зачатия, ну, и обращая внимание на то, когда ребёнок уже пришёл в этот мир, он родился, да, то есть, какие там вообще события, какие вещи, какие ситуации, которые, может быть, острые или, наоборот, хронические, то есть, постоянные, могли так или иначе запустить болезнь, обращая внимание, в том числе, на актуальное состояние, вот, последние там, последнюю неделю, последний месяц, последние полгода, последний год, да, то есть, более-менее актуальные вещи, вот, потому что всегда есть что-то, что поддерживает болезнь, да, то есть, есть механизм запускающий, а есть механизмы, которые её поддерживают, ну, и чаще всего это какие-то особенности взаимодействия, особенности взаимоотношений, то есть, вы это исследуете, и вот, как сейчас на примере с семьёй, да, вы обнаруживаете потребность, например, вот эта вот, скрытая потребность в том, чтобы отделиться, ну, то есть, принять то, что было хорошее, например, в семье, и отделиться от того, что было, не то, чтобы плохое, а то, что, ну, мешает, там, мешать полной грудью, быть здоровым, быть, ну, не знаю, любить себя, в конце концов, да, ну, понаблюдать, да, в чём ребёнок, исходя из вашего исследования, может больше всего нуждаться, чего ему не хватает. Конечно, здесь уже уместен разговор с ребёнком, диалог, всё зависит, конечно, от возраста, то есть, разговор и диалог, понятно, что, когда он находится на вербальной стадии развития, когда он может говорить, и, конечно, этот диалог, он должен быть такой, полу, может быть, игровой, какой-то такой, связанный, там, со сказкой, фантазией какой-то и так далее, но мы об этом ещё скажем. Ну, и, собственно, всё просто. После того, как вы потребности этого обнаружили, он, может быть, вам помог даже, рассказал, что это может быть такое, что ему сейчас прямо очень-очень хочется больше всего. Тогда посмотрите, насколько вы готовы удовлетвориться. То есть, родительство как сопровождение. Понятно, что вот этот терпеливый, любящий, ещё, я люблю говорить, уравновешенный или, например, спокойный. Я представляю себе, как много можно быть злости на мои слова, потому что, ну, как-то вот жизнь, как таковая, и наша человеческая природа эмоциональная и образ терпеливого, любящего родителя – это что-то совершенно несовместное. Вот. Поэтому здесь, конечно, это такая некая условность, то есть, опять же, это даже не идеал, потому что вечно терпеливый, вечно любящий родитель – это, боже, вообще упаси. Знаете, почему? Потому что ребёнку не об кого злиться. Ну, то есть, он совершенно не может тренировать эту возможность эмоционального проявления, в том числе, там, сопротивления, то есть, не от чего оттолкнуться, не понять, где вообще мои границы, что я могу в этой жизни, что я не могу. Поэтому зачастую вот, как бы, вот эта вот бесконечная любовь и терпение – это тоже достаточно опасно вообще-то. Когда я пишу вот это, ну, вот терпеливый, любящий ее доступность, да, я имею в виду возможность, опять же, обеспечения доступа к этому вашему состоянию. И здесь для того, чтобы было проще подходить к этому, точно так же, точно так же полчаса. Ну, вот у вас есть полчаса уже на то, чтобы, как бы, ну, с собой вообще побыть. Ну, вот, в частности, например, позаботиться о себе, ну, то какие-то потребности выявить, да. И вот еще полчаса, тот же самый день, ну, то есть, ежедневно бы, хорошо бы. Когда вы, вот, находите в себе возможность демонстрировать вот этого сопровождающего, внимательного, принимающего, безусловно, то есть, любящий, то есть, тот, кто, безусловно, принимает. И терпеливого в том смысле, что готового, вообще-то, да, как бы, двигаться в том направлении, в котором вдруг ребенок вас поведет. И когда мы говорим о родительстве как сопровождении, то тогда, безусловно, ну, вот, основываясь хотя бы на этих, там, получасе, опять же, это, ну, минимум, да, то есть, если есть возможность, то больше. Это какая-то, ну, совместный процесс, который основан на творчестве и на игре. К большому счету, играет творчество, это некоторые синонимы, ну, вот, для меня. Вот, они, как бы, это способ существования вообще ребенка. Я не знаю, как для нас может быть какая-то самореализация, не знаю, даже с чем и сравнить. Как для школьников, например, ну, становится, например, какая-то учебная деятельность и так далее, но это очень относительно. Вот, также, точно так же для детей, ну, дошкольного возраста, ну, и для многих, повторюсь, школьников, конечно, да и для многих взрослых. И самое естественное состояние – это состояние игры, состояние творчества. Творчество в широком смысле этого слова. То есть, это не обязательно, знаете, написание музыкальных произведений, картин или книг. Это вообще что-то новое. То есть, творчество – это что-то, что до вас, например, не было. Ну, я не знаю, это вообще может быть, там, там, вы идете гулять, идете другим маршрутом, например, непривычным и другим. Я называю это творчество. Ну, как бы, если расширять это понятие, а, например, там, вы готовите, там, меняете рецепт, ну, какие-то такие простые вещи, но я уже ничего не говорю про то, когда это непосредственно какое-то, ну, искусство, ну, какие-то виды деятельности, там, какая-то арт-терапия, опять же, домашнего, домашнего вот этого варианта, да, когда вы с ребенком просто садитесь, или, там, встаете, танцуете, либо поете, либо рисуете, вот, лепите, там, из глины, из пластилина, играете, там, в песке, да, вот, сейчас популярны даже дома песочницы, прям, очень-очень классные процессы, да, когда вы, вот эта благоприятная очень почва и та сфера, когда вы можете, как раз, наконец-то, выполнять роль вот этого сопровождающего, то есть, ну, как бы, товарищи, товарищи по игре. Вот. Субтитры подогнал «Симон»